На вопрос, почему скорая помощь все же едет так долго до пациента, мы уже получили ответ. Конечно же, дело не в халатности и не в безответственности сотрудников. Фельдшеры просто зачастую не успевают с одного выезда на другой. Причина кроется в нехватке сотрудников. Несколько машин простаивают полностью укомплектованные, но на них просто нет бригад. Министерство здравоохранения в курсе этой проблемы и занимается вопросом вплотную. В марте месяца текущего года был подготовлен комплексный план устранения причин, которые препятствуют быстрому приезду скорой помощи, где кадрам у вопроса уделяется большое внимание. Первый момент, о котором мы говорим, это привлечение специалистов как с высшим, так и со средним медицинским образованием для работы скорой помощи. Сейчас в правительстве Рязанской области рассматривается вопрос, связанный с увеличением финансовой заинтересованности медицинских работников, именно работе на скорой помощи. Получив комментарий в Министерстве здравоохранения, наша съемочная группа отправилась в Рязанский медико-социальный колледж, чтобы пообщаться с выпускниками и узнать об их планах на дальнейшую профессиональную деятельность. У нас разработан план работы со станцией скорой медицинской помощи, в рамках которого главный фельдшер ведет работу с нашими выпускниками. Вот сейчас уже шесть человек у нас запланировали трудоустройство туда. Молодые специалисты говорят, что готовы ко всем трудностям, и работа на скорой помощи – это не просто их профессия, а призвание. В профессии фельдшера мы уже отметили на предыдущей госпрактике, что важно иметь сильный характер, стойким быть решительным, иметь большую базу знаний, теоретических, практических навыков. Планирую все-таки идти работать на станцию скорой помощи, потому что мне уже как бы с детства хотелось помогать людям, мне нравится эта профессия. Страшно, конечно, брать на себя только ответственность за жизнь людей, но когда приезжаешь на вызов, видишь в глазах пациент надежду, и что они хотят тебе доверить свое самое ценное здоровье. Преподаватели признают, что энтузиазм помогать людям, конечно же, может угасать, как только молодые врачи сталкиваются с фактом низкой зарплаты. Правда, своему призванию фельдшеры изменять не хотят, а просто уезжают в те регионы, где оплата выше. Молодые специалисты готовы, а главное – хотят оказывать помощь людям. И ответ на вопрос, почему же не хватает кадров в реальных медицинских учреждениях, все-таки, наверное, кроется в заинтересованности государства в таких молодых специалистах.